Скорее всего, многие из коллег слышали, и наверняка кто-то даже испытывал на себе лично, такое явление, как ночной дожор. Ну, это когда среди ночи ты аккуратно поднимаешься с постели, чтобы не разбудить свою половинку, и на цыпочках медленно начинаешь демонстрировать походку ниндзя. А сзади раздается голос. А ты куда? И тебе ничего не остается, как импровизировать наподобие «Да пойду проверю, закрыл дверь или нет». А сзади сонный голос. Ну, проверишь и мне кусочек возьми. В общем, с темой переедания сталкивались буквально все. Даже те, кто сидят на жесткой диете и считают потребленные и сожженные калории, все равно это видят почти ежедневно. Только не понимают, что смотрят именно на это. Нет, речь идет не о родных или близких, которые действуют по принципу «ну еще вот этот маленький кусочек и все, за маму, за папу, ради меня». Ничего подобного. Речь идет о тех, кого знают и видят все. Вот, например, бородатая бабушка. Она сейчас решила переплюнуть символ России, двуглавого петуха. Если кто не в курсе сакрального смысла этого символа, то он поясняется очень просто. Это демонстрация исконного желания одного существа жрать в две хари. Ну и герб это показывает, как нельзя лучше. Заметим, на большинстве изображений нет каких-то особых деталей мутировавшего зверя. Но вот два голодных, разинутых рта видно сразу. Так вот, бородатая бабушка решила переплюнуть ненасытную зверюгу и жрет уже в три горла. Если бы она решила создать свой родовой герб, то и не стоило бы ограничиваться никчемной птичкой, а изобразить бегемота с тремя разинутыми на всю ширину варежками. Это как раз была бы самая точная аллегория главной черты бабули. В общем, в постсоветский период мы привыкли к тому, что как только таким персонажем выпадает возможность жрать до отвала, они даже дышать перестают. Ну, чтобы рот был свободным для еды и впихивают в себя так, что аж глаза на лоб вылазят. Ну, как говорил Архимед, шо за надто тон и здраво. Хотя мой древнегреческий несовершенен, однако смысл великого полководца примерно такой. Тут речь идет о том, что у всех этих вчерашних товарищей есть нечто общее. Свои денюжки они умеют зарабатывать только на родине. А вот вкладывать их во что-то они привыкли подальше от этой земли. А зарабатывают именно здесь. И это неудивительно, ведь если бы они стали зарабатывать именно такими способами в тех местах, где у них куплены виллы, пентхаусы и прочее добро, где они и их семьи просто живут, то за эти их подвиги в этих странах давно бы их посадили уже в тюрьму, если не пожизненно, то лет так на 200-300 так точно. Это у нас они считаются успешными бизнесменами, а в любой порядочной стране особо опасными преступниками, мошенниками, коррупционерами, и за подвиги их там валят с руки примерно как за наркоторговлю или убийство. Тем не менее они решили, что если красиво разделить добычу бабла и его вложения, то можно себя неплохо чувствовать. Но опять же, у всего есть свой предел. Если ты жрешь так интенсивно, что аж слезы текут и ты уже жмуришься, то можешь прозевать очень опасные вещи. Ведь законы природы работают неотвратимо, что бы и кто бы о них не думал. Природа стремится к равновесию, и чем больше сдвигается точка этого равновесия, тем с большей силой она будет возвращена на место. Только те, кто понимает этот принцип, могут маневрировать с минимальной опасностью для себя. Но чаще всего зажравшиеся персонажи считают себя исключением из правил. Фартовыми, крутыми и прочими финдеперцевыми. Но дело в том, что самой природе и ее законам наплевать на их мнение. А принцип тут довольно прост. Ты можешь по черному сорвать какие-то небольшие деньги, или по белому поднимать деньги огромные, но в основном их поднимают в диапазоне между этими двумя крайностями. Тем не менее, сорвав много черных денег, их обладатель очень быстро приходит к выводу о том, что сохранить именно такие деньги очень непросто. Более того, такой персонаж начинает понимать, что чем больше черных денег оказалось в твоих руках, тем сильнее они начинают жечь руки. Ведь по-настоящему большие деньги всегда оставляют жирный след, и они не могут взяться из ниоткуда, как и исчезнуть в никуда. Их обладатель может надеяться лишь на то, что их сохранность будет обеспечена сводом негласных правил очень богатых людей. Смысл их простой и сводится к одному тезису. Я добыл эти деньги грязно, но вложил в вашу экономику и принес ей пользу. А у вас я ничего не нарушаю, поэтому я не представляю для вас опасности. Но опять же, этот принцип работает лишь до определенных сумм этих денег. А дальше уже сам объем этого бабла начинает создавать проблемы, даже если их обладатель сидит, сложа уши и поджав лапки. Дело в том, что большие деньги переходят из разряда чистой экономики в разряд грязной политики. И вот в этой сфере даже грабеж далекой родины в месте хранения бабла могут оценить по-другому. Оно и понятно. Прямые или коственные компоненты этой ситуации, втянутые в политику, запускают принцип, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. И вот парадокс. Пациент вроде бы успешно награбил у себя дома и даже вывез всю эту красоту из страны, но вдруг начинает понимать, что самое опасное не осталось позади, а возникло впереди. О том, что это за деньги, сколько их и где они лежат, знают соответствующие фискальные органы страны пребывания. Другое дело, что между фискалами и баблом стоит законодательный забор. И в принципе, даже зная, что это за деньги, чьи они и откуда уведенные, они не могут накрыть всю эту красоту. По крайней мере, до определенного момента не могут. Но самое неприятное то, что об этих деньгах и главное об их характере знает хищная рыбка, которая таких бородатых бабушек может сожрать косяками, без особого счета. Это она у нас тут круто гнет пальцы и может демонстрировать пренебрежение к любым угрозам. Но бабло-то лежит не здесь, а там. А там свои правила. И в случае, когда кто-то решит сыграть в Рубин Гуда, ты даже не сможешь обратиться в полицию, поскольку тебя попросят пояснить источник добытого непосильным трудом. А это слишком опасная ситуация, поскольку недоброжелатель точно знает, откуда это все у тебя, и может поделиться своими знаниями с фискалами, если ты станешь громко трепыхаться. Но ведь это не самый плохой расклад. С бандитами, если что, можно хоть как-то договориться. В конце концов, откупиться, если не упустить момент, но самое сложное не нарваться на жесткую позицию местной власти, фискальной и правоохранительной. Они-то все знают, все фиксируют, но не могут реализовать свои наработки прямо и без раскачки. Сложность тут вот в чем. Ведь во всем мире идет борьба за инвестиции. Правительство формирует целые программы для того, чтобы заманить инвестора. А он бывает очень специфическим, например, как наша бородатая бабушка. Поэтому до поры до времени, пока что-то резко не изменится, все выглядит пристойно и безопасно. И безопасность эта зиждется на том, что ушлые дельцы помещают свои денюжки там, где работают законы и вообще работает право. Это в своей стране они все это разрушили, чтобы им было удобнее грабить свою страну. Именно поэтому они там свои денюжки и не хранят. Но фокус в том, что профильные органы нормальных стран действительно играют по правилам, только вот эти правила могут резко измениться. И все то, что давно зафиксировано и подшито в нужные папочки, сразу же пускается в работу. А произойти это может по двум основным причинам. Либо деятель нарушил правила игры, и его денюжки в стране пребывания стали приносить проблемы. Либо сама страна оказалась в сложном положении, а потому запускает консервы или спящие источники пополнения бюджета. То есть вносится поправка к некоему законодательному акту, и вчера еще спокойный миллиардер, который прикидывался меценатом и филантропом, превращается в банального мошенника и жулика, коим, в принципе, он и был все это время, несмотря на дорогой лоск и безудержные понты. К нему приходят и говорят, мы к вам, профессор, и вот по какому делу. А тем временем счета уже арестованы, и в конце концов деньги списываются в доход бюджета. А сам богатый Буратинка получает время для того, чтобы успеть добежать до канадской границы, причем без оглядки. Если кто-то помнит такого себе Романа Абрамовича, владелица самой длинной яхты в мире, самого большого частного авиалайнера в мире, владельца футболистов и прочего добра, то вы помните, как он был вхож в высокие кабинеты и даже известен в Лондоне и окрестных селах. И что ж, оказалось, что лучше ехать все-таки в Израиль, поскольку оттуда не выдают своих граждан ни под каким предлогом. Уже что там с его деньгами случилось, никто толком и не знает. Думаю, это ему самому нет нужды освещать. Но ведь каков был калибр, сколько экспрессий, сколько вот этого всего, но правила изменились, и все закончилось мгновенно. Более того, самый крупный и знаменитый вор всех времен и народов Путин имеет все те же проблемы. Как сохранить награбленное? Оно настолько черное, его настолько много, что удержать его в своих руках и при этом оставаться живым, ему возможно только держа в руках ядерную кнопку. Более того, эту проблему он пытается решить с момента рокировки в 2008-м, и ничего не вышло даже сейчас, спустя 12 лет. А вот у наших деятелей нет ядерной кнопочки, как и всего остального. А потому надо четко и выверенно чувствовать баланс, чтобы не пережрать настолько, что вес поглощенного станет якорем, который тебя утащит на дно, а награбленное с лихорадочной алчностью бабло уйдет в другие руки. И что самое обидное, в чей-то бюджет. Похоже, нынешняя власть не поняла, что она не устанавливает правила игры, ее даже не пустят туда, где они устанавливаются. Оттуда мокрыми тряпками выгнали Путина, а им даже думать об этом нечего. А посему, копируя повадки своего кукловода, им надо понимать, что они очень скоро разделят его участь. А все почему? Да потому, что не научились правильно жрать. И главное, жрали в три горла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok